Всем привет! У меня сегодня лего набор Ниндзяго. Это первый набор восемнадцатого года и он называется Киллоу против Самурая Икс. То есть это новая серия, восьмой сезон или какой тип это сезон? Восьмой, да. Восьмой сезон и вот в нем новые герои, маски. Тут есть Самурая Икс, Джейд и Киллоу. И маска лжи. И маска лжи, да? Она лжет. И тут на картинке не какой-нибудь добрый ниндзя, а Гармадоу. Так, ну давай уж тогда, раз мы эти по героям прошли, давай мы пробежимся и по Джейд, Самурая Икс и Киллоу. Новый герой этой серии. И причем, обратите внимание на зад коробки. Она такая стильная, такая, как, ну вот эти вот, вот это, вот эти злодеи мне больше понравились, чем ниндзя, потому что они такие байкеры, классные, особенно вот это вот колесо у него крутящиеся. То есть тебе нравятся как бы фигурки этих злодеев, да я так понимаю? Да, они классные вообще. Я смотрю коробку. Вот тут вот есть четвертый пакет. Третий пакет, там Джейд есть. Первый пакет такой небольшой. И второй пакет. Что там есть? Миллиардный колеек. Ух ты. Такое колесо. Ничего себе. Нормальное колесо. Такое бакетельце. Ребят, смотрите. И инструкция с миллионом, миллиардом страниц. Ну, вы видите, что тут в первом пакете строятся Киллоу и Самураи Икс. А также тело роботов Самураи Икс. Потом строятся ноги и две руки. В третьем пакете Джейд и байк, часть байка Киллоу. А потом весь байк. То есть такой вот внушающий набор. И колесо. Ух ты. Ребят, красота. Рапиши, прежде чем ты начнешь раскрывать пакеты, я покажу ребятам все-таки вот эти главные вещи. Колесо. И фигурку, как она запакована в этом пакете. А еще там есть бензопила. Ага. Которая будет как раз опилить окрестности города Ниндзяга. Вот этот гордый пакет. Вот такой вот пакет номер три. Тоже интересный. Я расставлю вот эти пакеты. Да. Пакет номер два. Явно Самураи Икс. Робот Самураи Икс, видимо, или как. Да? Такой. Да. И, собственно, говоря, там первый пакет. Пакеты большие. И такие приятные на ощупь. Да. И, блин, там, посмотрите. То есть вот это сначала все внизу так классно так все разрешено. А тут как-то так, ну, не знаю, как в белом как-то написано и все. Не могли бы повыше чуть-чуть поднять? Угу. Странно, да? Как-то получилось. Да. Как-то скучно там. Ну, че. Последнее, что я покажу ребятам, это наклейки. И можно тогда уже приступать. Вот такие наклейки. И вот вот миллиард инструкции. И вот такие инструкции. Ну, че, это действительно наш первый пакет восьмого сезона. Да. Ребята ждут очень. Так что мы начинаем. Такая вот рука с разрешовками. Такая вот рука. Угу. Так. Такая же. И вот такая. И причем такие руки уже были. Но так они были у Дагжанка. Дагжанг, да. Какой-то был. Да. Там у него оранжевые руки были. И безрезы в лицо. Слушай, ну, мне казалось, что Дагжанг не такой большой, как этот. И че, вот такой был. Оооо. Оооо. Кстати, в нем че-то шевелится. Да, в нем че-то шевелится. Че бы там могло шевелиться. Вот такой вот самурай VXL. Ну, ну вот этот. Самурай VXL. И у него есть два лица. Подожди, давай я сначала покажу ребятам. Его такие рога. Маска. Маска тоже была. Наплечники, по-моему, изменились. Разрисовка тела, по-моему, тоже изменилась, да? Да. Так что... Все стало по-другому, да? Да. Так что, если... Так что, пока я не собрал этот набор, я вам уже могу его порекомендовать. Из-за этого самурая X. Самурая X впечатляет, да, Дим? Да. Ну, поверни его спиной. А, вот его лицо. Зеленые глаза. Нет. Ну, это... Девчонка. Ну, вот такое лицо самурая X, ребят. Ну че, очень достойно это сказать. Так что, это два мальчика и одна девочка. Я думала, что тут будет три мальчика и ноль девочек, но так... Нормально. Но так внушает. Так все равно внушает. Впечатляет. Такое лицо, такое как бы тело, такая разрисовка. Очень достойный. Достойная фигурка самурая X. То есть только ради этой фигурки, получается, можно этот набор уже покупать, да? Нет. Но ради тело можно. Угу. Слушай, Тим, а самурая X еще в какой-нибудь набор восьмой серии восьмого сезона входит или он только в этот набор входит? Ну, я пока не знаю. Но у тебя же есть новый каталог. Давай заглянем в него. Ну, тоже правильно. Это гнездяги. Этот сезон. И вот можете посмотреть, ребят, кто входит какой набор. Есть ли здесь у нас еще самурая X. Тим, помогай. Самурая X, вот он. Самурая X только в этом наборе. И больше ни в одном. Ни в каком, да? Угу. Так что... Так что вот вам, друзья. Так, вот. Вот в итоге что получается. И правильно ли я понимаю, что и кило больше ни в какой набор не входит? Да. Этот зилов в одном наборе только. Ну, может он и выйдет еще когда-нибудь. Ну, то есть получается, что набор своего рода пока уникален, да? Для своих мини-фигурок. Да. Итак. Вот наш кило. У него маска лжи сразу надет. Потому что ничего другого ему тут не дано. То есть у него маска лжи? У него есть какое-то свое лицо? Вот. Кто хочет узнать? То есть у него такая маленькая голова при таком огромном теле? Ну да. Ничего себе. Слушай, Тим, ну смотри, какая интересная это сказать. У него на спине сделана штука. Да. Не думаешь, для чего она может быть нужна? Я уже знаю, для чего она-то будет. Уже знаешь, да? Да. Ну, пока тогда не раскрывай эту тайну. Дождемся окончания съемок и там увидим, да? Там будет разгадка. Ну, где-нибудь уже она, наверное, подходит. Ага. Ну, ясно. Ну, вот такой вот герой. Вот такая маска лжи. Давайте ее как-то отдельно посмотрим, потому что я так понимаю. Это особый удел этой маски. Ее надо как-нибудь на полочку поставить. Ради одной маски такую вот большую коробку я вам не советую брать. Лучше бы вы взяли, ну, например, какую-нибудь, ну, либо вот этот. Ну, тут вот здесь маска возмездия. Она тоже сильная. Две жуки прибавляет. Вот тут вот такая вот маска есть. Кстати, можно взять вот только храм воскресенья и у вас будут все, все, все маски. В храм воскресенья все три маски входят? Да, да, да. Ребят, ну тогда действительно стоит этот набор обязательно взять в храм воскресенья. Я вижу одну, вторую и третью маску. То есть это набор, в который маски все входят, да? Да, так что можно не коллекционировать, не брать вот этот вот, вот этот и вот этот. А можно сразу взять в храм воскресенья и у вас сразу все маски. Ну, в любом случае, кило и самураи там нет. Правильно? Ну, да. Так вот хитро делают. Ну, правильно. Ну что, начинаем потихонечку собирать дальше? Да. Что сейчас у нас собирается с тобой? Сейчас собирается тот тайный, притайный предмет, который будет мне вот за спиной у нашего друг, ну, друга, ну, врага. Нашего врага, да, получается? Килоу. И так. Вот такой вот килоу получился. И теперь начинается сами, ну, сам вот этот вот устрашающий робот Самураи Икс. Ну, Тимка пока собирает робота Самураи Икс. Давайте мы с вами посмотрим, все-таки что за килоу получился. Он вот такой вот с реактивным ранцем. Вот такой вот у него флаг сзади сына Гармадона, да? Да. Пушки, обратите внимание, правда почему-то не снаряженные, да, Тимка, или что? Ну, они будут потом снаряженные. Позднее, да? Да. И я вам советую не поднимать его вот так вот. Потому что, когда вы будете стрелять, то пуля просто вот так вот ему попадет в дубинку ему, да, Гармадон? Да, в дубинку. И скотчет ему в голову. Будьте осторожны. Ну, нет, попадет и может как-нибудь вот сюда. Упасть рядом, да? Ну, да, вот как-нибудь в вас влететь, если на полную мощь. В руках вот такая страшная дубинка. Надо эту дубину либо вот так вот. Да, под углом. Либо вот эти-то. То есть, Тимка, получается, что у него рука может шевелиться и влево, и вправо, и вперед она. Смотри, придержи ее, пожалуйста. А, смотрите, то есть, ребят, рука вот так вот ходит и вот так вот ходит. Да. То есть, она может вот так вот его. То есть, можно еще сделать вот так вот, чтобы он в разные стороны уничтожал все там. Вот такая маска. Вот такая дубина. Вот такой вот флаг. Такие вот пушки. Вот такая татуировка у него такая страшная с рисунком. Вот это вот киллоу. Реактивный ранец с соплом с таким, да? Который пристыковывается вот в то отверстие, которое мы с вами раньше видели. Вот. Сам маска Гармадона. И, конечно же, маска лужи. Маска лужи. Вот это вот. И причем очень, очень как-то неустрашающе смотрится. Да, видишь, когда он без маски? Да. У него какая-то непропорционально маленькая голова. Да. Такая даже какая-то, кажется... Вот опять он маску надеялся. А вот с маской это с собой другое. Он просто внушает. Да. Он готов все тут крушить. Какой страшный монстр. Все уничтожать. Все уничтожать. Да. Да, да, да. Ну что, давай ставить защитников Дже. Самурая Икс, робота Самурая Икс. Так, так, покажи, покажи. Подожди, подожди, подожди. Джея будет вообще идти в третьем пакете. А сейчас только первый. А сейчас только первый. Собираем робота Самурая Икс. Вот так вот. Да. Ну вот, у меня получилась такая вот штука. Это получается тело, да, этого робота? Угу. И вот тут вот это, вот эти вот могут подняться. Так. Смотрите, какие, ребят, красивые золотистые. Вот эти вот закрылки могут опускаться. Угу. И вот это. Ух ты. Круть. Еще вот тут вот двигается ткань. Правильно я понимаю, что именно здесь, собственно говоря, и сидит сам робот Самурая Икс. Не робот, а просто Самурая Икс. Сюда вот ставят Самурая Икс, опускают ему руки. Вот это сюда. Слушай, а это что, пульт управления или что это? Это у него просто такая, типа, крышечка. Так. Но, увы, сюда не лезет. Маска лезет. Если вот он вот так вот побежит как-нибудь, побежит, 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 то она у него просто выпадет. Маска уже выпадет, этот возьмет ее. И наденет на себя. И наденет и будет его, и он потеряет, и если, например, Самурая Икс наденет маску, он тоже превратится в злодея? Нет. Но это хорошая идея. Ну, это как, знаешь, в хоббитах было кольцо всевластия. Кто его надевал, тот становился как бы, как бы его одолевали силы зла. Так что, наверное, здесь такая же история должна быть. Вот. Вот так, да? То есть, это у нас теперь Самурая Икс. А это Киллоу. А это Киллоу. Ну, давайте, ребят, посмотрим, что получилось. Вот такая вот, не знаю, красота. Это наклейки ты уже наклеил, да? Да. С наклейками. Тут, смотрите, тоже на теле какие-то наклейки. Тут шарниры для ног, я так понимаю. Ну, и какие-то тонкости есть. Смотрите, тут какой-то крюк, а здесь явно для того, чтобы что-нибудь защелкнуть, да, сделано? Где? Ну, вот это вот, такая красная штука. Ну, должно быть что-то там. Да? И здесь тоже какие-то крепилки будущие. Да. Шарниры для рук. Ну, чтобы мы увидели полного робота, надо скорее открыть второй пакет. Угу. Ну, давай. Второй пакет. Ух ты. Ну, вот и результат. Такой вот робот. Смотри, как он у тебя достаточно быстро появился. То есть, его совсем было не сложно, что ли, собрать? Да. Такие маленькие пакетки, небольшие детальки. Плюс такой вот робот. Угу. Так, начнем с ног. Давай. Ну, ноги такие подвижные, ступни главные, а ему не вывернуть. Угу. Ну, про ноги нечего рассказывать. Ну, смотри, какие тут квадраты интересные сделаны. Как-то ноги как будто бы квадратные. Что-то я таких квадратных ног и не видел никогда. Да, да, да. А тут? Да, да, да. Итак, смотрите, вот это самое лучшее. Вот тут вот есть такие вот закрылки, которые закрывают его. Наплесники, да? Какие-то. Ну, да, такие, чтобы руки спасать от врагов. Ну, и вот. Это такая бензопилка, и которая он может все срезать. Ну, да, крутится круто вообще. Смотри, ребят. И на рисунке вот этот вот пилит вот ему, а этот ему. В схватке они такие. Одна бензопила, одна пила с другой пилой. Не знаю, бензо или электро, но какие-то пилы тут безусловно, да. И вот тут вот можно сделать так, что эта пушка такая пиу-пиу-пиу. То есть пила и еще пушка одновременно. Прикольно. И тут вот сделана рука. Ну, рука так хорошо сделана, пальцы все. Ну, какие все, когда три пальца. Ну, два пальца нету. Да. Где-то он потерял в схватке два пальца. Ну, ему не поставили, но так он выглядит отлично. Как будто бы он только что построен. Зато появились два пистолета на руке, да, Виш? Да. И из них можно стрелять. Ага, не один, кстати, а два. Да, Виш? Да. Так. То есть каждая рука вооружена. И вот он может еще вот так вот взять маску лжи. И в этой руке ее держать. Да. Так. Ну, пока он впустит маску лжи, пусть она полежит. Ну, я покажу ребятам, как выглядит он сзади. Вот так вот. Потому что, наверное, сейчас мы как раз будем рассматривать вот эти вот, не знаю, мечи какие-то и закрылки, которые у него. Вот его меч. Ага. И второй меч, в котором он будет сражаться. Видно, да. Видите, да. И самое крутое. Смотрите. Ух ты. То есть это отделяется? Да. Ага. Так. Вот открываем пальцы, кладем сюда. Ничего себе. И такой мститель. Вааа. Вот это неожиданный эффект. То есть вот это его такой трезубец. Ну, четыре зубец. Раз. Четырех зубец, да. Раз, два, три, четыре. И он им может вот так. Ага. Ну, это реально оригинальный меч. Причем смотри, они как-то под разными углами, эти мечи. Да. Представляешь, как с таким мечом сражаться, да? Сразу можно все сбить. Да. Да. Вася. Ну, что тут можно еще раз сказать? Золотые пальцы, причем у него. Угу. Рука такая многосуставная. То есть смотри, вот так вот ходит туда-сюда, здесь вот так. Да. И причем, смотрите, смотрите. То есть вот это вот. Так вот. И вот если, вот если ему, если его собьет, то вот меч может вот этот вылететь, и вам придется его поставить. Ага. Ну, то есть он сверху не закреплен, он просто вставляется туда и все. Да. Потом он опять упадет. И вот этот меч опять. Ну, в общем, вас начнет это немножко раздражать. Ага. И тогда вот это вот можно опустить. Ах. Понял. И тогда никакое землетрясение ему не страшно. Теперь до меня дошло. Что это за крючок был. Помните, мы смотрели, я думаю, что это за крючок такой, для чего он нужен. Теперь я допер, для чего он нужен. Ясно? Вот этот крючок убираем, вот это убираем. Ага. Открываем уголку. Вот это вместе ставим. Ага. Закрываем пальцы. И он готов уничтожать. Ага. Готов к сражению. Дробилка. Ну, что я тебе скажу. Очень оригинально. Немножко кажется простоватеньким. Какими-то особенно ноги. То есть это не то, что робот-то огненный там Кая. Где-то все так проделано основательно. Они какие-то такие дохленькие ноги у него здесь. Понимаешь, да? И вот этот квадрат мне кажется крайне странным. Но с другой стороны, смотрите, ребят, тут вот такая зацепка сделана. Такая верзила вот этого быстро. Уж верзила-то вроде большой. А робот-то самурая поболее будет его, да? Ну да. Если этот позовет его на сражение с маской лжи, то мне кажется вот этот вот победит. Даже если с маской лжи. Ну, может она затуманит сознание этого самурая их. Она же тоже волшебная маска. Так что она обладает магическими силами. Ну, мне кажется, она не может затуманить. Не может, думаешь, да? Да. В общем, этот вот самурая мне понравился. Он такой внушающий. Угу. Так что из-за самурая тоже берите на то. Угу. Ясно. Ну, что это да. Переходим, собственно говоря, к самому байку Киллоу. Да? Угу. Это у нас какой будет? Третий пакет. Да? И в нем идет главный герой номера. Это Джей. Ребят, смотрите. Это Джей у нас. Причем, я хочу сказать, что это Джей опять-таки в очередной новой разрисовке. Да. То есть у него опять новый костюм. Правильно? И он начинает всю вот эту костюм. Что, собственно говоря, как бы рисунок-то сохранился, да, Тим? Смотри. Угу. Маска шестиконечная или как это называется? Да? Да. Тоже шестиконечная звездочка. Вот такая вот интересная. Вот такая. Ну, давай, делай доспехи. Угу. Это складку. Вот такая. Сладка. Вот его часть. Ну, маску можно даже не показывать, потому что маска уже шла во всех наборах. Ну, маска шла в акулах. В каждом наборе. Ну, подожди, там разве такие были маски? Да, такие. Но только они цветом поменялись. Подожди, они разве были с черной полоской? Прямо с такой. Ну, цвет у них поменялся, а так они все остались. Да? Да. Все вот эти основы. Угу. Так, ну, давай постараюсь привести как бы четко. То есть у него это вот просто как бы надпись какая-то. Вот у меня... У него там что-то написано на этой повязке или это просто две полоски? Просто две полоски. Его иероглиф. Угу. Его иероглиф. Сзади маска вот такая. Я все-таки думаю, что она была какого-то не такого черного цвета. Она была у него как-то раньше по-другому, да, сделана? Угу. Ты нам чуть попозже продемонстрируешь сравнение, да? Самурая Икс и Джея из сезона этого самого. Ну, не знаю. Не знаю, да, да. Ну, посмотрим, да? И вот такая складка мечей, вот таких параллельных мечей. Вот так вот он смотрится с наплечником с одним, да? Угу. Вот такой вот герой. И, кстати, уже были такие наплечники. Угу. Слушай, ну, лицо одно? Два. Два, да? Первое. Так, подожди. Ага. Ну, лицо я у него узнаю, лицо не поменялось. То же самое. Второе. Ага. Ну, по-моему, тоже самые лица, да? Те же самые лица. У меня получилась такая вот штука. Угу. Ну, такая вот прочная. Ну, что-то напечатляющее, да, такая. Ничего не сломалось. Вот такое огромное колесо, как у тележки, да? Тут вот у Тимки какие-то заготовки, видимо, под будущей установки, да, Тимка? Угу. Угу. Снизу вот такая вот, не знаю, как сказать, защита. Так что мы хотели показать вам до того, как перейдем к последнему четвертому пакету, да, Тим? Да. Да. Добрые уже собраны, а злые еще нет. Злые еще нет, да? У них не хватает вот такого байка. Так. Ну, что, про колесо скажем. Знакомое какое-то колесо нам или незнакомое? Знакомое. Знакомое. Но какого красного, красивого еще не было, да? Угу. Ну, какие-то загибается, упирается сюда. Это тоже, это тоже. Вот такая вот штука. Ну, что, дальше собираем, да? Да. И это уже будет последний пакет? Да. Дензопила, она уже висла такая в логово джестро. Угу. Только она там была с наклейками, лавовыми. Угу. А тут она просто для порезки. Угу. Для порезки дороги. Скиборд, да? Вот видите, это скейборд и много-много черных каких-то деталей. Ну, вот и получился огромный мозг. Ребят, я не думал, что он такой большой. Он просто огромный. Итак, я сижу вот его на наш мозг. Так. Смотрите, он какой огромный, преогромный. В этом есть какой-то смысл. Это не маленький какой-то мотик. Бать, это на самом деле огромнейшая машина. С пилой спереди. Вот такой вот. Угу. Ну, давай. Посмотрим, как она ходит. Так. Вот она. Так. Угу. То есть, чтобы ездить, ей нужна какая-то мягкая поверхность. Я так понимаю? Да. Да. И вот этими пушками он может атаковать. Слушай, Тим, ну сразу мне идет вопрос. А вот это что за пушка такая? Это что, фонарь какой-то? Это фонарь. Фонарь, да? Смотрите, ребят, как красиво сделано. Какие такие обтекатели и с раскраской такой синий-красный. Да. Рычаги, да. У него тоже, смотрите, длинные. Да. Чтобы ему вот так вот вниз не наклоняться. Ага. И еще кто хочет. Ага. То может убрать у него маску. Ага. Ну так он будет не внушающим. Ну так все равно. Ну машина-то у него. Ну куда же убрать маску или его оружие? Ну машина-то у него все равно впечатляющая. Ну куда же? Куда? Ммм, может быть маску можно куда-то спрятать здесь в тайнике? Вон. Вот сюда вот кладется маска. Угу. И закрывается. Угу. Ясно. Ну неожиданно, что он такой огромный. Я думаю, он будет значительно меньше. Мотобайк. Мотобайк. То есть он такой вообще нормального размера. Оооо. По сравнению с Джеем, он просто как, не знаю, раз в сто наверное больше. Ооооо. Ребят, смотрите, как откинулись вперед эти мячи. Нормалёк. Оооо. Ходят как, могут такие пополам еще струбать ниндзя. Вот под ними. Хитро. Тим, а покажешь нам вот эти вот скейты, которые сбоку запаркованы? Это не скейты. Так. Ну, вообще-то это всегда были скейты. Ну, это для человек, для фигурок, но для него это ролики. Роликовые коньки? Ничего себе, то есть он такой чувак продвинутый. Нормально. Неожиданный ход. Киллоу на коньках, на роликах. Киллоу на коньках. Киллоу на илоу. Ну да. Ну что, не знаю даже, что сказать. Ну давай сзади что-ли посмотрим эту машину. Рычаги, я понял, что ему тоже можно давать в руку, но как-то они выглядят немножко хлипенько как-то. Нет? Ничего? Нормально? Вот сзади такие две огромные выхлопные трубы. Вот такие. Тут вот держатся скейты или ролики, как говорит Тимка. Здесь вот эти мячи. Колесо заднее. Ну, не знаю, что еще. Вроде все. И вот этот... уже тут были активные ранее, что не было. Ну, это были активные. Ну, тут есть один ковырь из квартиры, а я монтирую. Ну, что я сцена сцени. Ну, это достаточно сложная. Машина, такой вот набор, набор 70, 642. Киллоу против Самурай Икс. Не знаю почему тут имя Джей не вспоминается. Наверное он тут такая редкая фигурка. Именно поэтому его поставили главной фигуркой не Киллоу, не Самурай Икс, а именно наш Джейд. Ну да, битва получается. Сынов Гармадона с Ниндзяга вполне получается еще не имеет окончательного решения. Неизвестно еще кто победит. Да, Тинга? Да. Ну ладно, я просто не знаю что смотреть в этом баке. Он в общем-то достаточно прост. Ну вот этот фонарь, конечно он красив. Да, вот так вот поднимается и опускается. Рычаги, ну вроде тоже понятны. Здесь как бы вот такие крылья они ясны. Здесь как бы выхлопные трубы с ними тоже понятно. Колесо, которое вот такое большое, огромное и крутится. Тайник классный. Классный тайник. Вот это спереди вот такая дисковая пила, которая все разрывает. Ну не знаю, вот это и какие-то моменты не ясными до конца. Тут обтекатели. Ну и в общем-то получается вот такая вот вся машина. В общем такая вот машина вся разбитая. Ну если всю машину разобрать, то получится, что тут вот есть такая вот броня. Киллоу, два скейта. Угу. Такая вот голова. Маска лужей. Киллоу Джей. Сергей Андрея. Эмст Замурай Икс. И робот Замурай Икс. Ну и два снаряда. Ну не два, а четыре. Ну так весь набор мне понравился. Угу. А еще вот это тут. Угу. То есть полный комплект у тебя сейчас на столе, да? Да, полный комплект разобрался. Угу. Ясно. Ну что, молодец? Что, сложно было собирать? Ну да, попотел чуть-чуть. Попотел, да, немножко. Ну да, но собрал. Угу. Собрал. Ну что, наверное часа два, да, собирали где-то? Ну где-то там. Угу. Угу. Ясно. Ну то есть, я так понимаю, ты рекомендуй все-таки ребятам этот набор брать. Ну да, рекомендую из-за Киллоу, вот этого Самурай Икс, из-за маски, ну в общем, из-за вот этого внедрожника, из-за этого. Угу. В общем, тут все классное, прикольное, советую все. Угу. Да. Ну давай инструкцию-то, может мы чуть попозже посмотрим, но коробку-то надо обязательно взглянуть сзади, потому что это как бы первая коробка из нашей серии, да? Расскажешь нам в двух словах, что тут сзади нарисовано и почему именно здесь. Вот тут вот самурая Икс стреляет в Киллоу, но промахивается. Угу. А тут вот Джай прыгается своим сюрикеном и мечом. Угу. А Киллоу пытается сбить самурая Икс своим. Икс мечом, да, своим, да. Вот показывают тут, что можно открывать вот эти вот мечи. Так. Тут вот показывают, что вот такой вот байк был, а потом у него убирают такие вот мечи. Показывают, что вот это может убираться и вот это стрелять. Угу. Ну и что он на роликах и у него тоже можно стрелять. Тут вот Ллойд, Гармадон, ну такой вырисованный Гармадон, у нас лжи, лжи, меди и еще какая-то страха вроде. Угу. Слушайте, ну а почему все-таки опять появился здесь Ллойд? Вот это мне немножко непонятно. Ллойд вроде был в прошлом полугодии. Почему здесь снова лицо Ллойда? Не можешь объяснить? Ну он ведь сзади был. Сзади, да? Сзади он теперь. Угу, сзади. А спереди у нас в этом сезоне идут вот как раз вот такое лицо Гармадона. В общем, такой потрясающий набор. Угу. Но рекомендую. Рекомендую. Слушай, ну а все-таки мне еще подмывает узнать. В конце инструкции у нас есть что-нибудь интересное и какие-нибудь наборы новой серии? Конечно, конечно. Я вам это забыл показать. Так, мы строим и строим. Мы строим на северном по улице. Так, сейчас достроим. Угу. Достраиваем. Тут показывают, что можно... Ну вот что на коробке нарисовано. Так. Ага. Вот тут вот показывают все наборы этого года. Угу. То есть это битва... Ну, давай не будем перечислять, а то мы сейчас можем их наврать, да? Ну, в общем, с Зейном, с Каем, с Лойдом и Ней. Угу. С Джаем и Самураем. И с Колом и Лойдом. Ну, то есть все наборы, они вот здесь есть? Да. Начиная, так сказать, от Храма Воскресения и... Нет, нет, начиная от вот этой арены битвы до нашего набора сегодняшнего. До нашего набора. МВ от Кружицы и Дагон. Да. Кружица новая это... Ну, то вот показывают, что можно сделать вот так вот. Ну, в общем, это рискованные трюки с Кружицами можно делать. Ага. И снова какие-то компьютерные игры или социальные сети? Ну, тут просто социальные сети, в которых можно делиться фантазией. Отлично. Ну, конец. И... Ну, что? Ну, набор прикольный, классный. Ясно. Ну, что? Рады, что начнется новый сезон? Будем потихонечку собирать и вам рассказывать, друзья. Угу. Пока. Пока. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! У меня сегодня Лего Ниндяга. Храм воскресенья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok